всем привет как меня слышно у нас сегодня 7 сентября правильно правильно пятница заключительный торговый день на этой неделе меня зовут евгений каташов компания ftm brokers давайте посмотрим что нам готовит рынок форекс на сегодня смотрим по традиции объемы и зона маржинального обеспечения включая демонстрацию от вас после демонстрации пожалуйста еще плюсики о том что у нас все пошло и все видно показать чат у меня выскочил на отдельное окошко все замечательно но поехали и так пара евро против американского доллара смотрим где мы находимся относительно объема всего контракта относительно объема всего контракта мы чуть выше чем котировка 116 ровно да здесь был хороший интерес и ниже вот этой самой проторговки то есть есть такой достаточно спорный момент о том куда же мы отсюда пойдем поэтому в большей степени обращаем внимание на работу по среднесрочной тенденции и по этой работе у нас сейчас есть замечательный момент на то чтобы войти в сделку на продажу варианта 2 смотрим это импульс это коррекция это импульс вот такого мы хотим добиться правильно в рамках вот этого второго предполагаемого импульса мы видим раз два три информацию уже видим но давайте обратим внимание внимательно на вот эти точечные объемы жесткие объемчики и поэтому если вы не хотите работать сверх опасно сверх опасно это продать прям с текущих я бы рекомендовал дождаться факта того чтобы мы перебили все-таки эти объемы на один пункт хотя бы на 2 и уже там не знаю будет откат не будет можно чуть ли не с текущих входить с не самым лучшим соотношением соотношение у нас там будет до первой цели где-то один к полутора не больше да но просто в общем вот таким образом рисовал к потерял вот таким образом поработать после пробития этих объемчиков достаточно надежно достаточно интересно в рамках идеи никаких препятствий пока этому не вижу за исключением вот этих объемов до уровень депо к нам помогает все замечательно мы давайте сегодня с вами еще посмотрим объемчики недели вот они где у нас пляж то есть все красиво если мы окажемся еще раз 11605 116 10 в этом диапазончике заскочить на продажу стоп тут уже сам каждый выбирает то есть вариант есть один есть вариант 2 из вариант 3 кому как душе угодно кто насколько жадный я не жадный понятно да где будет мой стоп смотрим далее далее у нас идет фунт против америкейшн бакс так поехали объемы контракта высоко наверху правильно объемы контракта повторяю высоко наверху сегодня среднее хорошее а вот что того вот они где до объема контракта высоко наверху а теперь смотрим замечательным образом за тем что же у нас произошло то да то есть по долгосроку понятно это шорт по долгосроку с технической точки зрения шорт с объемной точки зрения шорт а вот среднесрочно мы поменяли тенденцию плохо к сожалению это вот у нас теперь это импульс мы еще вот так говорили да импульс коррекция импульс мы пытались работать сейчас даже зона снизу исчезла это плохо потому что мы сегодня закрылись выше зоны 1 2 построенная вот от этого минимума с другой стороны сверху но жесточайший объем обращая внимание на них вот они и мы их повторно протестировали вчера и от них отвалились может быть не так явно отвалились как бы нам хотелось если бы мы все-таки ушли куда-то вот сюда же до пол вот она зонка то было она старая вообще ничего не поменялось поэтому что делаем сейчас ребят давайте поработаем то что вы поработали понимаем что у нас есть вот такая внутридневная тенденция правильно закрыть ниже четверти вот этой новой четверть несмотря на то что здесь отбой от недельки не было у нас до импульс коррекция импульс коротко да не сказать что сильно много но идея пока то что мы придем к зоне 1 2 вероятность на процентах 60 по у нас есть да что мы придем сначала сюда чем придем вот сюда поэтому сделка которая у меня открыто на продажу открыто на продажу она открыта не помог где-то здесь открыто то есть если мы придем хотя бы вот эти минимумы обновим я ее переведу без убыток а take по ней поставлю уже вот сюда то есть вот у меня стоял так номер один я поставлю этот take вот сюда на зону одну вторую и вторую часть оставлю без убытки в буду надеяться на то что мы поменяем тенденцию вновь и пойдем уже на отработку но в новой недельки так нет демонстрации экрана что делать давайте сразу скажу ребят смотрите у нас очень требовательная платформа поэтому сейчас попытайтесь перезагрузить а если все таки не получается перезагрузить всем рекомендую обновить вот эти вот я вы джавы adobe flash player вот это вот вся фигня очень чувствительна платформа вебинары к потому что стоят не свеженькие скажем так обновления вот этих программ поэтому пожалуйста или загрузитесь или на завтрашнем дата понедельнику обновитесь все по фунту сказал все правильно ситуация очень спорная но так как у меня сделка висит мнение мое достаточно субъективное я вам его озвучил верить или не верить подцепляться не подцепляться тело каждого тут конечно было у нас ну тражда можно сказать просто много таких объемов поэтому очень осторожно далее австрал по тейков стран здорово да здорово когда ты и кто у нас правда откуда тейк и что делать сейчас дофига узнает пятница пятница вообще день такой бен который лучше новых сделок то сильно много не открывать новых но идея у нас вчера была прям дословно да можно проверять можно не проверять можно поверить просто вот тут мы пробили объемы депок на вот у нас была коррекция все наши мысли рекомендации были одни есть двойная вершинка на откате пытаемся продавать чем выше пойдет цена тем большим объемом мы можем зайти я хотел после обзора первое тут же закрывать но автоматом закрыла сделка сейчас нужно переводить вторую часть без убыток и тралим просто тралим наши вчерашние сделки теперь до 2 3 к 71 12 ничего нового делать не нужно даже если сейчас будет откат диапазон выгодных цен зачем входить мы заработали заработали четко по системе чудо долго нас муржил астралий за вот здесь по муржил здесь по факту зайти не дал мы только вот эту внутридневную часть взяли это хорошо вот тут у меня был маленький стоп я про него говорил ну а сейчас раз мы замечательным образом этот стоп отбили вот таким форматом суммарном и в плюсе да именно по этой паре да и по всей неделе зачем изобретать велосипед и уходить с плохим настроением на выходные то же самое наверное сейчас по новозеландцу пидынь и по новозеландцу 1 тайка не дали вторая сделка в которой я нахожусь но по новозеландцу я без убыток не переводил потому что у нас и часть не закрывал еще потому что даже соотношение один к двум нету вот здесь был мой вход до четко на зоне четко по паттерну который мы с вами обсуждали ложный пробой все по классике опять же говорили о том что уйдем ниже этой точки чем выше сюда заберемся тем больше крупным лотом мы сможем зайти поэтому сделку то я зашел но вот тут даже соотношение один к двум не было я сижу буду держать придем куда-то 0 65-50 часть закроет вторую без убыток и отвалите все скажем так от нас правильно зарабатываем то что дает но опять же те кто заработали по австралу думайте ребят может быть вам не хочется настроение портить прибыль есть но фикса нити частичку еще по новозелу да это уже называется такой психологический подход фикса нити часть по новозелу поставьте там без убыток куда-то прям на одну вторую но может эти 20 пунктов отката и не будет это мое мнение что я не буду переводить пока без убыток опять же новые сделки если смысл открывать новые сделки или нет прям сейчас смотрим депок вроде бы выше вроде бы все хорошо объемы импульса если посмотреть всего а импульс у нас вот где начался ну даже давайте вместе с коррекцией посмотрим объем этого импульса сейчас прогрузится данные сейчас прогрузится данные сейчас прогрузятся данные не прогрузятся данные алё кластер дельта уважаемая ага блин вот этот момент я не увидел кстати я же по-моему обращал на него вчера внимание ну-ка давайте-ка мы вот эти объем это выделим с вами ребят ухты 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 а давайте-ка не ребят я фиксируюсь 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 вот сейчас закончим обзор я зафиксируюсь видите куда мы воткнулись каждый раз мысли нашу мы должны перестраивать смотреть не нужно упираться как бараны ребята мы в хорошее место подкнулись откуда возможен потенциальный разворот кто в новозеле кто в новозеле плюсики ставьте кто в новозеле ставьте плюсики быстренько игорь игорь один его ребята часть забираем прям сходу забираем все не думаем мы воткнулись объективное место откуда может быть разворот вспоминаем когда мы там кто обучение проходил кто не проходил когда мы смотрели именно понятие того как же мы рассматриваем объемы что мы смотрим не суммарно кусок как это все любят делать да там какого-то движения там недели месяца там непонятно чего а что мы как раз таки понимаем отдельный импульс отдельно коррекцию и если у нас в импульсе есть скопление объемов внизу давайте логически сейчас с вами поговорим по поводу того а что же это обозначает кто давил вот сюда продавцы давили вот сюда правильно по-другому быть не может потому что только рыночные позиции у нас двигают инструмент алё давили продавцы давили 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 и тут оба на да такая фигня остановка и рост объемов и отсюда разворот это с большой просто с огромной долей вероятности может быть выход из позиции тех продавцов которые давили правильно может же такое бы спорить с этим глупо может такое быть мы этого как бы толком точно установить не можем но может такое бы то есть у нас получается никому дальше работать то вот сюда по этой тенденции те кто давили они могли выйти из позиции раз они вышли из позиции ну чё мы будем упертые что нет жмякнули частичку своего хорошего добра сколько там дало неважно абсолютно не неважно это ваши депозиты есть люди которых я уважаю с депозитами 100 долларов сидят грамотно торгует а есть дураки с миллионами поэтому жмякнули свое забрали объективно папа там и вошли в хорошем месте вошли тут от объемчиков отбились вот от этих тут же тоже объемчики были какие-то да вот это проторговочка все красиво ну дали но сколько дал рынок столько и дал все больше не нужно жадничать 2 без убыток а то а вдруг еще до сна и на делаем ничего даже не буду на ней становятся ушла ниже зона 1 2 но закрытие было выше тут и паттерн такой нарисованный который мы все-таки отслеживали а я ей короче гена пропускаем просто ну его нафиг буду ждать закрепа ниже зона 1 2 и от объема всего контракта сейчас даже опять же долго будет грузиться нет смотрите что там быстренько не вот и скорее всего следующую неделю вот отсюда попытаемся поработать нас пока не лезет канады ищем точку входа давайте будем размышлять логически какой момент мы эту точку входа будем искать смотрите где мы стоим это объемы контракта вот они мы находимся ну реально туда-сюда плюс-минус вот на пляже не нужно говорить о том что могут ниже да там или выше мы пляшем в этих самых объемах вот мы сюда пришли вот они начались объемчик сходили опять сходили опять сходили а можем опять сходить а можем опять уйти сюда а можем уйти сюда можем правильно поэтому если у нас по идее среднесрочной вот отсюда вот отсюда начался как бы лонг до к которому мы начали только цепляться типа вот отсюда но единственный момент заскочить в этот он как раз таки у нас только отсюда мы должны опять же оказаться выше вот этих объемчиков и получается что у нас идет в подтверждение технической картине наш контрольный максимум еще и объемы если мы сейчас будем смотреть с вами более подробно мы здесь с вами смотрим объем и качественно красиво где у нас депо вот он у нас депо понятно что глупость сейчас ходить сделку на покупку мы ниже депо находимся четко его котировка 13145 кстати но вчера тому можно было вчера войти сделочку да кстати вот такая эта сделочка неплохая была даже стоповые сделки бывают неплохие сделки правильная объективная хорошая сделка что-то тут вливали ребята вливали мы туда улетели вверх это была хорошая сделка несмотря на то что она закончилась стопом видите это американцы долбили это братья азиаты долбанули на стоп наш негодяя так по навозил хотелось бы посмотреть точные на последнем откате были давайте сейчас до конца пробьем немножко осталось все короче вот идея вот так пробиваем я поработаю по канаде несмотря на пятницу учитывая что самый налет бабла когда будет у нас по этой паре вечером будет правильно поэтому если мы на европе сейчас дадим точку входа жмянка в эту точку входа небольшим объемом закрыл график и не смотрю что там будет будем надеяться то что все это делать работает идея понятно замечательно смотрим дальше швейцарец такие замечательные моменты иногда наблюдаешь как начинаешь более открыто вот все это дело смотреть я выскочил швейцарца помните да кто не выскочил быстро плюсы ставят кто молодец получили меня много таких я знаю кто не выскочил а было ли обновление вот этого минимума давайте посмотрим был ли тейк как говорится или как там фраза то есть смотрим смотрим швейцарца а был ли обновление на фьючер ребят его не было видите какая фигня блин видите что такое форекс вот этих блин долбаный forward point не было обновления максимум понимаете да смысл то есть для обновления нужно еще чуточек туда сходить там пускай несколько пунктов но опять же сегодня это получается сколько три пункта еще нужно сходить чтобы обновить максимум понимаете да прикол вот такая вот фигня все поэтому кто сидит сделки но двигайте прям без убыток близко 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 не верьте то что было обновление можете еще сидеть дальше более того помните могут про эту зону с вами говорили мы же даже до нее еще не дошли если говорить по-честному с учетом изменения forward point у нас эта зона находится сейчас но она далеко находится она где-то там 96 13 по мы рассчитывали поэтому сидим сделки по швейцарцу для к ним не хочу конечно с одной стороны 0 дальше золото я по золоту сделки по золото сделки давайте буду объяснять почему более того сделка необычная да по той самой причине что вот у нас объемы контракта они размазаны когда я входил в эту в первую сделку я видел объемы здесь вход не по паттерну был вход был опасным именно вот от этой зоны от старой которые держали так вот я сеточкой пошел здесь сеточка короткая здесь и вторая сделка здесь все это максимум в этой сетке общий стоп за вот эти точечные вливания вот сюда сеткой когда я скажу когда идет вот такая непонятка с объемами то есть понятно что мы можем там что-то начать дальше мутить находясь в объемах можем как угодно долго здесь мутиться обратил внимание я понятно получается еще раз вот на эти точечные вливания и вот этот диапазончик такой есть интересный поэтому сейчас учитывая что мы схватили вторую сделку вот эту сделку если получится буду закрывать может быть даже не на обновление минимумов а где-то здесь а вторую часть уже переводить плюсовой хороший без убыток куда-то прямо так же мягко на половину но опять же это при условии что не выбить стоп да все наши мысли пока связано что наш стоп не выбить если выбить там уже все будет по боку то что я сейчас говорю вот такую идею где-то повод не нужно опять же ждать четкого обновления минимумов если у меня прокатит то должно у вас прокатить я никому не рекомендую входить в эту сделку почему да потому что вот это движение у нас не сломано до сих пор она она у нас до сих пор выглядит полон голом ведь мы должны быть честными не только по отношению там но сами с собой мы тоже должны быть честными ну вот оно движение понимаете и мы не обновили вот эти минимумы и вероятность ухода сюда она по-честному составляет порядка 70 процентов поэтому рекомендации давать не могу и не буду по данному моменту да если зашли то объективно понимаете что делать если не зашли но получается входить нужно только после обновления этих меню а куда тогда ставить стоп а когда закрывать сделку а сегодня пятница поэтому но его нафиг сегодня зовут и пропускаем ну и последний инструмент нефть по нефти коротко ждем паттерн здесь есть неплохой момент для паттерна это паттерн у нас будет вырисовываться следующим образом так пауза 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 связана с тем что я прогнозе дал неправильные котировки ладно мы сейчас с вами правильно будет работать ребят и ребятушки давайте расскажу поподробнее смотрите там маржу я не поменял давай прогноз смотрим здесь здесь маржа поменена есть закреп выше четвертина да по факту это говорит о том что мы пойдем вот сюда правильно кто знает эту идею по внутри дневной а теперь давайте я вам дам сразу же отбой от этой идеи а у нас был закрыт ниже недельки то есть вот якобы на нефть смотрел заметили до что это приостановился а у нас был закрыт ниже недельки а в таком случае мы не работаем по внутри дневной и поэтому я сегодня вам скажу нефть не трогая идея который час назад буквально озвучил ребят ошибочные идеи но все мы люди человеки признаю идея была ошибочно лучше сегодня по нефти подождать в принципе все теперь давайте посмотрим на то что вы пишете для тех кто в прямом эфире смотрит у вас сейчас черный экран появится такой так всем привет здесь ответил про демонстрацию да зачем я так перенес у нас же есть возможность все это удовольствие смотреть без черного экрана напрямую вот здесь итак а я в боях от объективного места этапа новозелу да я так понял александр ну может быть да все я не я не спорю до идея отбой от недельки отбой от объемов неплохо неплохо так что еще у нас правильно его пишет по новозелу хотелось бы посмотреть точечные на последнем откате были вот смотрите то есть то что в автоматическом режиме по 15 минут и он ничего не видит здесь по 30 минут и тоже ничего не видит да все что было вливалась она вливалась на вот это возможно импульсе получается поэтому аккуратненько снова сделан точечных не было так смотрим еще что у нас и все ребята все что же тогда давайте заканчивать денек такой полу выходной уже сегодня разговаривать после окончания записи с вами не будем через 10 минут у нас там тоже будет еще один обзорчик по объемом до михаил все понятно джей буковка в конце это у нас что такое спасибо да нет спасибо вы написали я уже перевел ну все давайте тогда будем заканчивать всем спасибо всем пока пока